Манчестерская дерми нас сегодня с вами ожидает. Я думаю, что будет очень интересно, потому что Юнайтед умеет давать бой таким коллективам, и Англию не стоит недооценивать. Вчера Валенция и Реал Мадрид играли, и вот Валенция действительно удивила, забила два гола и могла даже выиграть. Арбитр вообще украл в конце встречи гол у Мадридского Реала и показал красную карточку Беллингему. Ну и давайте по матчам. В целом Манчестер сейчас идет на втором месте, 59 очков. Манчестер Юнайтед идет на шестом месте, 44 очка. Последние встречи. Манчестер Сити играет следующим образом. 2-6 выиграли Лутонтаун, выиграли у Бормута 0-1, 1-0 выиграли у Брэнфорда, 1-1 сыграли с Челси, 1-3 в Лиге Чемпионов Ульфа выиграли Копенгаген, который, кстати, в свою очередь делает просто историю, выходит из группы и оставил за бортом в группе Манчестер Юнайтед. На секундочку, Юнайтед без Еврокубков. Вот такая вот ситуация. У красных дьяволов сейчас действительно большие проблемы. И Манчестер Сити выиграл у Эвертона со счетом 2-0. И давайте пообщаемся насчет того, что вообще Гвардиола сказал на пресс-конференции. Он сказал, что из своего опыта я научился быть более спокойным и расслабленным перед такими матчами. Не нужно говорить много, нужно просто сосредоточиться на тактике и вещах, которые нужно сделать на поле для победы. Не стоит давать волю эмоциям. Манчестер Юнайтед за последнее время обыграл на выезде Вулверхэмптон, Лутон и Астон Виллу. Мы знаем, как сложно это сделать. Чтобы выиграть на поле Астон Виллы, нужно обладать невероятным качеством. Так всегда было с Манчестер Юнайтед. Когда они играют хорошо, то побеждают. На дворе марта у них в 2024 году только одно поражение. На прошлой неделе дома. Стабильность, которую они демонстрируют в этом сезоне, налицо. Но мы постараемся набрать 3 очка, сказал Гвардиола. И давайте переходить к Манчестеру Юнайтед. Сейчас у них проблемы. Что они могут вообще сегодня показать и как сыграют? Давайте обсудим. Теперь детально про Манчестер Юнайтед. Сейчас эта команда переживает очень непростые времена. И ходят слухи, что Тенхак может оставить команду, а на его место придет Зинадин Зидан. Но это пока что лирика, нет никаких новостей. Поэтому давайте говорить, что сейчас с этой командой и как они будут играть. Да, есть плюсы. Они не участвуют в Еврокубках. В чем же плюс? Отдыхают на них больше. Могут сосредоточить свое внимание на АПЛ. Потому что Лига Чемпионов забирает очень много сил. У Манчестера Сити такой тонус. В принципе они привыкли. Но посмотрим, как они сегодня будут играть. Я думаю, что матч будет местами очень непростой для Сити. Потому что Юнайтед настраивается максимально. И что говорит вообще Тенхак? Он уверен, что Манчестер Юнайтед способен выиграть у Манчестер Сити. Мы должны показать амбиции, каким быть лучшими. Это то, за что выступает Юнайтед. Но в то же время мы осознаем, где находимся сейчас. Мы видели, что моментами мы с Манчестер Сити наравне. Поэтому у нас есть вера в лучшее. Нужно использовать эти моменты. Мы должны доказывать в каждой игре. Думаю, с той командой, что у нас есть, мы способны противостоять Манчестер Сити. Недавняя история это показывает. Я испытываю к ним большое уважение. Но не то уважение, из-за которого думаешь, что выиграть невозможно. Напротив, мы покажем, что можем выиграть этот матч. Сказал Тенхак. Вот такой настрой у него. В принципе, от себя могу сказать, что для них эта встреча пройдет очень тяжело. Особенно на выезде. Но когда терять нечего. Когда ты настраиваешься максимально. И хочешь показать просто класс футбола. И доказать, что Манчестер красный. В принципе, будут бороться и стараться. Это Англия, дамы и господа. Тут происходят невероятные вещи. Может быть и сухой матч 0-0. Может быть перестрелка 5-5. А может быть Сити действительно спокойно закроет эту встречу. Со счетом 3-1-3-0. И до свидания. И Тенхак будет уже покидать пост главного тренера Манчестер Юнайтед. Поэтому остаемся на связи. Не забывайте оставаться с нами. Писать комментарии. Подписываться на канал. Или можете писать и хейт, и критику. Не зря наш канал называется Футбол Анализ Критика. Остаемся на связи.